Всем привет, Сэмэх Юг, я продолжаю проходить обзор на Пак 2. Сюда подходит уже к концу сюжет Валазар, ну и сейчас нам предстоит найти последний тайник на Юпитере. Но сначала нужно отыскать какое-то аномальное яйцо, с помощью которого мы сможем летать. По словам Валазара, это яйцо следует искать где-то за пепелищем на Юпитере. Пришел сейчас я вот сюда вот. Здесь есть, кстати, такая вот интересная аномалия. Но само яйцо лежит в рюкзачке вот в этих вот кустах. Аномальное воронье яйцо. Яйцо вороны, попавшее в аномалию лифт и пролежавшее, вернее провешевшее в ней довольно продолжительное время. Результатом при поедании яйца стала способность отрываться от земли и левитировать в воздухе. Как это происходит неизвестно. Иметь такое яйцо – настоящая удача. Ведь воронье яйца – большая редкость в зоне. А еще и попавшее в аномалию лифт – так вообще невероятное везение. Ну, забираем его. И сразу Валазар присылает сообщение. Вижу, ты нашел яйцо. Ну что же, я тут расшифровал карту, выяснил, что с яйцом есть некоторые ограничения. Чтобы взлететь, надо снять с себя броню и убрать все оружие в рюкзак. Управление полетом выполняется взглядом, куда смотришь, туда и летишь. Чтобы приземлиться, надо достать болт или одеть броню. В полете можно будет пользоваться оружием. Единственное, нельзя одевать броню. Ну, я думаю, это не такая уже большая жертва. Ах да, как взлетишь, лети к трубе градирни. Там сориентируюсь и скажу, куда лететь дальше. И еще, у тебя есть только одно яйцо. Если ты приземлишься раньше времени, то не сможешь найти тайник. Ничего себе. Так, ну давайте снимаем с себя броню. Все оружие. Убираем болт. Сохраняемся и съедаем это аномальное воронье яйцо. Ух ты. Полетели. Так, ну вот труба градирни. Отлично. У тебя очень хорошо получается. Лети под ЖД мост. Так. ЖД мост у нас где-то там впереди. Вон он впереди виднеется. Летим под него. Супер. Эх, хотел бы я сейчас быть на твоем месте. Так, тебе нужно... А, так, тебе нужно пролететь через виадук на болоте. Вот он. Супер. Так, блин, сообщение не появилось. Водонапорную башню проверь. Водонапорную башню. Так, она вроде бы где-то за картой. А вот она вроде. Так. Так. Поблизости должна быть труба. Вот я ее вижу. Летим к ней. Пролетаем тут сверху. У вертолета. Ну, вон виднеется вертолет. Так. Опять не появилось сообщения. Неподалеку между двумя цистернами. Вот эти цистерны. Пока смотрел ПДА, уже немножко пролетел. Блин, опять не появляется сообщение. Твоя следующая цель. Кусок большой трубы в высшихшем канале завода. Так, вот у нас завод. Высохший канал. А вон я вижу кусок трубы. Настройки за заводом. Так. Вот стройка. Между корпусов. Это нужно лететь вот сюда вот и здесь между этими корпусами. Вот здесь вот вроде бы тут. Так. Дальше у самого большого ковша. Ну, это понятно. Самый большой ковш у нас вон виднеется. Летим к нему. И сейчас нужно будет залететь к нему снизу. Так. Где-то тут надо чуть-чуть покрутиться возле него. Как-то. Немножко все это подтормаживает дело. Так. Ну же. Где тут крутиться возле этого ковша? Не понимаю. На разрушенном мосту. Так. Разрушенный мост у нас вот здесь вот. Летим сюда. Вот он. Пролетаем тут. На желтой строительной бытовке. Это нам нужно вот сюда. О, и библиотекари там оживились. Так. Вот сюда. Здесь у нас две эти строительные бытовки. Нам вроде вот эта нужна. Да. Открытый насквозь гараж на станции. Станцию я немножко уже пролетел. Так. Сейчас зайдем с этой стороны. А кто там такой? А, это ас. Понятно. Просто, когда летишь, двоится изображение. Немножко кажется, как будто два их. Так. Вот открытый гараж. По железной дороге, которая ведет на юг. Ну вот, летим. По вот этой железной дороге. Отлично. Приземляйся у тоннеля. Ищи внутри телепорт. Ну, мы можем залететь вовнутрь. Вовнутрь. И здесь достаем болт. Для того, чтобы приземлиться. Теперь можем одеть костюм. Поставить оружие. Так. Замечательно. Сохраниться. И телепорт у нас вот здесь вот. Где-то. Ух ты! Ничего себе! Как хорошо я зашел. Так. Кто-то там еще куда-то убежал. Скрылся. Ладно. Пока что отрежем у этих рога и щупальца. Где-то в этих катакомбах рядом со входом технический отсек. Замечательно. Ну, вот сейчас проверили в деле огнемет. Просто замечательная вещь. Убойная штуковина. Так. В этих катакомбах, говоришь, да? Ну, сейчас будем искать. Куда-то все разбежались. Так. Ну, что, сюда? Или не сюда? Рядом со входом технический отсек. Не знаю, куда я сейчас ползу. Вот, вроде бы, вот эта дверь. Да. Иди по вентиляционной трубе до конца. Так. Блин, хочу на всякий случай сохраниться, а то вдруг еще упаду. Нет, нормально все. Ну, идем по этой вентиляционной трубе. Ну, вот мы и в конце. Так, куда-то нас забросило. Непонятно куда. Но стоит тут чуть-чуть подождать и нас телепортирует. Хорошо. Тогда сейчас нужно немножко подождать. На какие-то нас вышки все время забрасывает, перекидывает туда-сюда. А теперь мы где? Хм. Вот здесь вот. А вот я вижу какой-то тайничок. Канифоль. Обычная банка с канифолью практически полно использована канифоль совсем немного. И набор отверток. Небольшой набор отверток выпущен еще в советское время. Все отвертки очень маленькие, как будто они создавались для раскручивания очень маленьких шурупов. Интересно, для модулей они подойдут? Так, неплохо. Забираем. Нас сразу куда-то телепортирует. Не понял. Этого телепорта там не было. Не должно быть. Черт. Походу ловушка. Не двигайся. Опусти оружие. Что за фигня? Никого не вижу. Ты там умер что ли? Ну ничего себе. Да тут сосочей полно. Ух ты, блин. Блиин. Ну... А я тебе что говорил? Не двигайся. Если бы не хотели тебя убить, давно бы уже напали. Они чего-то ждут. Или кого-то. Ты думаешь, они под чьим-то контролем? Кто им приказал меня задержать? Но кто? Контролер? Какое дело до тебя к контролерам? Нужен ты им больно. Это кто-то другой. Кто-то, кто поставил у тайника телепорт и устроил на себя засаду. Кто-то очень серьезный, раз так обращается со зверюшками. Ё-моё. Из-за этого следует простой вывод. Это некто вершитель судеб мутантских. Скоро должен пожаловать. Похоже, ты прав. Кто-то приближается со стороны железной дороги. Будь осторожен, стрелок. Да, уже заметил. Ну что же, пообщаемся. Догоним и еще раз пообщаемся. Так, темнота. Темнота. Сообщение не появилось. Неизвестный сталкер. Ну привет, птица залетная. Долго же я тебя искал. Ну и что мы с тобой делать будем? Да, вот какой-то появился мужичок. Кстати, вон там снорк еще рядом сидит с ним. А ты кто такой вообще? От твоей засады, конечно, я в восторге. Пока что никому это не удавалось. И можно сказать, что ты имеешь отношение к некоторой группе лиц, некогда работавших в лаборатории под саркофагом. Уж больно твой костюмчик знаком мне. Правда, в прошлый раз он был другого цвета. Ну да ладно. Что тебе от меня нужно? Пришел повитаться? Так, давайте наверное откроем журнал. Так, пришел повитаться за своих коллег? Нет, мне это совершенно не нужно. Насчет костюма? Ты кое в чем прав. Только это не костюм. Нашел от тебя по другой причине тебя. Откуда ты знаешь об этих тайниках? Ты хоть в курсе, что за предметы ты находил в них ранее? Эти тайники очень важны и я не могу тебя оставить в живых. Мне жаль, что так получилось. Не бойся, сталкер, мои мальчики все сделают быстро. Постой, не горячись. О тайниках мне рассказал один сталкер в лазаром кличут, он меня нашел в орлабе, сказал, что некий профессор просил найти меня. Так он жив? Господи, но он же тогда был заражен. Сталкер, не проводишь меня до завода? Здесь небезопасно. Там с тобой и поговорим обо всем. Мальчики, выпустите сталкера. Вы пока что свободны. Герман, проводи нас со сталкером до завода. После этого отпущу тебя. У него что, снорк Герман? Так, а мальчики убежали, походу. Ха, весело. Ну что, товарищ, будем стоять. Герман уже пошел? А вы все стоите или вы зависли? Господин. Ну, не понял. Походу, он завис, надо перезагрузиться. Да, я перезагрузился и он пошел, только Герман куда-то. Эй, эй, я не понял, ты же в другую сторону полз. Что, тебе переклинило, что ли, после перезагрузки? О, все, нормально. Так, ну, мы двигаемся, судя по всему, куда-то вот сюда, на завод. так, ну, ладно, давайте пока что пробежимся вперед, может, там впереди кто-то будет, так мы этого кого-то убьем, но вроде пока что все тихо, спокойно, никого нету, я вот взял на всякий случай тут в запасе горючей смесью для огнемета, а то на Юпитере тут всякое может быть, но пока что все тихо, никого не видно. Ну, не знаю, сколько мы так будем идти, таким медленным шагом. Интересные они все-таки снорки, знаешь, проведясь с некоторыми особями несколько недель в одной из... А, что я распинаюсь? Потом расскажу. Идем мы, идем, и вот этот неизвестный сталкер решил немножко разбавить этот поход. Кстати, непонятно, как его зовут, никак он не подписан, но мы продолжаем потихоньку двигаться, но на Юпитере пока что все тихо и спокойно. Тишь да гладь. Идем, Герман, тут небезопасно, уже скоро придем. такс, подходим мы к заводу, вот уже появились первые враги. Как я и обещал, ты свободен, Герман, береги себя, надеюсь, мы еще увидимся. Так, занозы. у тебя, наверное, сейчас вопрос, почему никто раньше не видел, как они умеют прыгать. Так, сейчас вот этих вот надо наемничков уничтожить. А потом уже почитаем все. Так, обеспечим себе безопасность. так, у тебя, наверное, сейчас вопрос, почему никто раньше не видел, как они умеют прыгать. А ты попробуй вспомнить, кто-нибудь вместо того, чтобы стрелять, сразу в них наблюдал за ними, за их повадками. А ведь это довольно интересно. Если бы еще эти зверюшки не нападали, всю жизнь бы только и смотрел. так, Герман ушел. Ну, а мы продолжаем потихоньку двигаться вперед. Пока можем обыскать этих товарищей. Оружие брать не буду, хотя, ладно, возьму, сколько позволит рюкзак. Так, а здесь же вроде лежал ствол, или этот профессор уже стащил. ствол этот. Ну, ладно. Так, так, походу, вот это вот аномальное воронье яйцо, это было яйцо профессора. Нам в прошлой серии Валазар говорил, что это какое-то яйцо профессора. Ну, сейчас мы дойдем до какого-то места. Вот, походу, уже и дошли. И, надеюсь, нам сейчас этот чувачок все расскажет. Вот мы и пришли. Пора бы прояснить, ситуацию. Ты кто такой? Почему ты управляешь монстрами? Ты за сознание? Здравствуй, стрелок. Рад тебя снова видеть. Теперь все стало на свои места, и я вспомнил, кто ты. Ты уж не горячишь за засаду. Мне нужно было убедиться, что это был ты. Ты совершенно верно предположил про мой костюм. Однако, тогда я и не договорил. Это не костюм, это часть меня. Некогда я занимался разработками в одной из лабораторий, к сожалению, я очень поздно понял, чем я занимаюсь. Но было уже ничего не вернуть. Я похитил некоторые документы, части деталей, того самого, как ты уже догадался, костюма. Я был куратором разработки. Спросишь, почему я пошел на это? Я не знал всей ситуации. Для меня это был шанс, шанс молодому ученому создать то, что еще не создавалось, и, наверное, не создаться никогда. Хотя, как мне иногда кажется, всей ситуации не знало и высшее руководство, нынешнее, хозяева зоны. Постой, ты тот самый профессор, который писал Озерскому в своих документах? Ты почти угадал. Я и есть Озерский. Описал мне мой близкий друг, с которым я учился в молодости в Ростове. Его звали Громов Сергей Яковлевич. Вот, кстати, в тех документах, которые мы нашли в тайниках, там был какой-то профессор, который писал Озерскому и заканчивался на Оф. Вот, судя по всему, Громов. Он работал тогда в лаборатории, которая тестировала и доводила до ума костюм. Эта лаборатория находилась в подреакторном помещении четвертого энергоблока. Сейчас она полностью разрушена и недоступна, а я находился в то время под самим реактором. Сейчас это место под саркофагом. Там, знаешь ли, есть еще одна лаборатория. Хотя, кому я рассказываю? Ты и так там был. Да, но, как я слышал, вы погибли, профессор, во время налета на лабораторию. И расскажите мне, наконец, при чем тут проект осознания? Чушь собачья. Кто такое сказал? Что же касается проекта, находясь все время рядом с руководством, я многое знал. Мне доверяли. Но среди ученых был раскол. Одна часть добивалась запуска известного тебе проекта осознания, другая же, напротив, была против этого. Они понимали, что вмешательство в информационную оболочку Земли самоубийства. Знаешь ли, об этом писал еще Вернадский. Не буду вдаваться в подробности, расскажу тебе кратко. Эта оболочка ноосфера. Есть наши мысли. Весь наш технический, научный, культурный прогресс. Это новая ступень эволюции, которая за счет нас и развивается. Что будет, если туда вмешаться? Если нарушить границы между нашим миром и ней? Будет катастрофа. Начинает разнообразных стихийных бедствий и заканчивая чуть ли не уничтожением нашей цивилизации. Эх, но как всегда бывает, проект был подписан. Противники куда-то исчезли, началась подготовка. Знакомости дата 10 июня 2006 года. Это не только дата запуска проекта, но и дата образования зоны. Был совершен прокол, который и повлек эволюционирование некоторой территории. Однако, все пошло не так. Радиация, которой тут было много, все нарушила. Процесс мутации с катастрофической скоростью распространился на все живое. Люди превращались в мутантов, образовывались невиданные доселе аномалии, язвы земли. Это, конечно, все жутко интересно, однако у меня вопрос, что стало с теми, кто виноват во всем этом? Ведь они не превратились в мутантов, не погибли, а существовали почти 6 лет, пока я не уничтожил их. Тут сыграли роль несколько факторов. Один из них костюм, который ты нашел, другой лаборатория, с которой был произведен запуск, находилась глубже других. Возможно, это и спасло их, однако мутации все равно произошли. Спешу тебя уверить, ты уничтожил не всех, уничтожена всего одна треть состава, остальные были в других местах. Думаешь, тебе бы позволили уничтожить всех? Не смеши меня, стрелок. Ты был постоянно под колпаком, тебя проверяли, провели, дали тебе поверить в то, что ты уничтожил их. Одна треть людей это ничто по сравнению с целью, которая в скором времени может иметь место быть. Постой, что значит они муссировали? Я не заметил тогда никаких отклонений. Это были измученные и спящие люди. И что значит под колпаком? Откуда тебе это известно? Ты видел только оболочки, пустые тела. Во время взрыва все участники эксперимента подверглись расщеплению. Тело делилось от сознания, от души. Они одновременно и существуют, и нет. Без тел они не могут долго протянуть. Нужна подпитка из прокола. Именно этот момент ты и застал тогда под саркофагом. Как думаешь, долго ли будет гореть костер без дров? Вот так-то. Тебе интересно, откуда я знаю, что за тобой следили? Я был во время взрыва там. Я стал частью их. То, что ты сейчас видишь перед собой, это иллюзия. Сознание человека невозможно увидеть. Мое тело ты тоже тогда уничтожил. Хотя, возможно, это было и к лучшему. Значит, они просто пожертвовали своими телами, что бы я думал, что они уничтожены? Сколько тебе осталось? И почему ты здесь? Вы же, как его, единый разум. Общее сознание или осознание. Вроде так. Или уже нет. Стрелок, ты так и не понял. Никто и ничем не жертвовал. Те, кого ты уничтожил, были им не нужны. Ты просто помог им избавиться от них. Знаешь ли, чистый разум не пригоден для убийства. Для коллективного сознания это невосполнимая потеря, которая может привести к гибели всей цепочки. Когда ты уничтожил мое тело, что-то пошло не так. Я смог выйти из общего сознания. Как бы отделиться от всех, кто там был. Раз моего сознания для них не стало, то я невидимка. Протяну я еще долго. Один мой знакомый нашел для меня средство, которое позволяет получать подпитку без использования тела. Ты так и не ответил. Почему ты нашел меня? Ты тот, кто может мне помочь. Ты тот, кого именно я программировал на убийство самого себя, Стрелок. О тех событиях ты вроде бы уже знаешь, к чему это эти вопросы. И какая же тебе нужна помощь? Пока еще не время, Стрелок. Я не до конца знаю главную разгадку. И еще сам не знаю, какая помощь может мне понадобиться. И понадобится ли вообще. Я очень хочу, чтобы все обошлось без нее. Ты иди пока, занимайся своими делами, сейчас ты узнал все о том, что я знаю. Что знаю я. И надеюсь, мы больше с тобой не увидимся. Ну-ну, помахал конфеткой перед лицом и спрятал. Как знаешь. Ни черта себе. Да, забрал. Сик. У того чувака. Так, ну теперь нужно возвращаться к Валазару. Будем с ним обсуждать все произошедшее. Да уж, я слегка в смятении после разговора с этим профессором. Профессором? Ты о чем? От вида кровососов умом тронулся, что ли? Я говорю про того, кто устроил на меня засаду, дубина. Ты знаешь, он мне рассказал много интересного. Оказывается, это бывший хозяин зоны, точнее, член группы осознания, хотя это не важно. Озерский его фамилия. Имя, к сожалению, забыл спросить. Полил мне что-то про запуск проекта на сферу, коллективный разум. Интересно, девки пляшут. То есть, весьма странно. С чего бы ему искать тебя и устраивать засаду? Нравится мне это. Думаешь, я в восторге? У него еще ручной снорк есть. Куда мы катимся? Скоро в баре за стойкой будет стоять библиотекарь и вульф будет разносить выпивку. Такое уже есть на затоне. А контролер будет петь колыбельную на ночь. А нашел он меня, потому что ему может понадобиться моя помощь. А может и не понадобится. Да, в тайнике инструменты какие-то были. Странно. В общем, я обмозгу этот момент. Надо все хорошенько обдумать, покопать на него информацию. Было бы хорошо, если бы ты с осознанием больше никогда не встречался. Инструменты давай сюда. А пока вот тебе последние два рабочих модуля для костюма. Пользуйся. И ради бога, стрелок. Не надо больше искать себе приключений на задницу. А кто же их ищет-то? Сами липнут как бананный лист. Банный лист. Пойду, пожалуй, я. До встречи. Так, отдает еще два модуля. Новое достижение громов. И присылает сообщение Сидорович. Всем-всем-всем нарисовались одна серьезная проблема. Увидите Меченого, передайте, что мне срочно нужна его помощь. Только он сможет ее решить. Ух ты. Так, давайте сначала посмотрим достижения. Так. Блин, я уже даже забыл, где они находятся. Вот они. Громов. Вы закончили поиск нано-модулей для нано-костюма, о котором вам поведал Валазар. Также вы познакомились с немного странным профессором по фамилии Озерский, который рассказал вам о происхождении сознания. В разговоре с ним он упомянул своего друга Громова Сергея Яковлевича, который вместе с ним работал на ЧАЭС, когда все случилось. Вроде бы ничего особенного, еще один погибший ученый. Рядовое событие для того рокового утра. Но что-то в его имени зацепило вас. Что-то очень-очень далекое, будто смутное воспоминание из самого раннего детства, которое никак не вспомнить, сколько не напрягая извилины. Что-то в этом имени есть, это точно. Только вот что? Может, в дальнейшем удастся как-нибудь прояснить этот вопрос. Хм. Модули мы получили. А как теперь все это активировать? Так, сейчас мы перегружены. Давайте почитаем описание костюма. Для активации системы управления используются четыре модуля. Контроль осуществляется процессором. Помимо этого, костюм владет отличными защитными свойствами. Где находятся модули? Так, ну понятно, а как активировать все это дело? Ух ты! Так он в слот перемещается? Номер один. И что? Только можно выбросить? Немножко непонятно. так что-то там инициализация модуля излучения. Модуль готов к использованию. И что? И что дальше? на вот эти вот капсулы их вообще никак ничего с ними не сделаешь. Интересно все это что-то я модуль готов к использованию. Ну а как его использовать-то? Ну вот я его достал как бы и что? Ничего непонятно пока что. Ну вот решил я почитать еще раз этот вот документик. Здесь сказано модуль активируется при подключении к костюму. Система ISS контролирует все жизненные функции носителя использует весь доступный потенциал модуля и сама принимает решение вводя в кровь той или иной капсулы с анаботами. Включение модуля придет к его деактивации в режиме слип. Это вынужденная мера для превозрочения сбоя в самом модуля. При повторном подключении модуль будет выведен с центральным процессом из режима слип в режим ready. Далее управление перейдет в ISS и модуль будет работать в штатном режиме. Прошу обратить внимание на то, что в случае отсутствия трали-вали. Ну и короче что-то вот ставится сюда модуль и как я понял теперь у нас какая-то способность со скоростью быстро бегать но что-то я не вижу особо большой разницы и сообщение о том что в кровь вводится из вот этой вот капсулы нано-боты не приходит а в документе сказано что эта система сама принимает решение о вводе нано-ботов но по характеристикам этот костюмчик похуже чем экзоскелет черного доктора я просто думал что мы вот эти модули найдем как-то их активируем и потом у нас характеристики поднимутся как было в скат 15 костюмчик а здесь такого нету в общем пока что не очень понятно все это никаких тут нано-ботов кровь нам не вводят почему-то так что с этим еще предстоит разбираться но сейчас нужно будет отправляться на кордон к Сидоровичу у него там какая-то серьезная проблема образовалась так что бежим сейчас к нему пришел к Сидоровичу но пока до него добирался подумал что скорее всего вот эти вот капсулы с нано-ботами будут активироваться и нано-боты будут водиться в кровь в том костюме только когда какой-то из параметров будет немножко отклонен от нормы допустим если мы поставим в слот модуль для здоровья если в нас там постреляют покусают здоровья будет допустим половина то по идее нано-боты должны войти в кровь и нас тем самым вылечить но я это не проверял это всего лишь мои догадки это конечно все круто так же вроде было и в костюме скат-15 но это было бы намного лучше если бы этот костюмчик мы получили бы пораньше сейчас у нас уже есть экзоскелет черного доктора куча артефактов и надобность в том костюме совсем отпадает так что я его положил в тайник и думаю одевать никогда не буду ну посмотрим итак но теперь давайте узнаем что там за проблема у Сидоровича Сидор лысая башка я тут слышал тебе помощь нужна уф наконец-то ты пожаловал стрелок откуда это ты слышал я никому не ни-ни или сказал ай неважно в общем дело к тебе есть непростое и слышал я что мол кто-то поможет Сидоровичу будет до конца жизни в золоте купаться эээ башку оторву этому распустели слухов насчет золота кое-кто явно преувеличил но на хлеб с недорогой икрой недорогой икрой хватит какой икрой изнесняйся популярно ну хорошо на завод по производству водки хватит так понятно вот это я понимаю явить внимание надо убрать конкурента открыть ресторан в Фрипете а может кто-то хочет экскурсию на ЧС все куда банальнее стрелок я тут недавно дело одно взял одному влиятельному заказчику с большой земли надо было найти один редкий безумно дорогой артефакт отправил я за ним человека думал что проверенного оказалось что он его продал ученым избежал за периметр и сейчас наверное сидит в каком-нибудь баре на большой земле попивает коньяк ну с ним я потом лично разберусь а вот заказчику это не понравилось и он обвинил во всем меня мол это я его себе оставил и собираюсь препод препродать что кому-то перепродать ну так ты ему отдай артефакт и все и нет проблем ох если бы он у меня был я бы его уже давно отдал заказчику а где мне его теперь взять значит мне теперь надо найти этот артефакт нет не сейчас дело в другом мне тут лейтенант с блокпоста нашептал по старой дружбе что какой-то очень влиятельный человек заплатил высшим чинам за налет на эту деревню будут вертушки коробки десант собираются тут все сравнять с землей всех кто двигается уничтожить но главная цель как ты наверное уже догадался это я а я как рэмбо должен их всех перебить да при всех моих качествах талантах и везения я не смогу это сделать я знаешь ли тоже могу откинуться тихо-тихо есть у нас тут одно секретное оружие ты ел сегодня что-нибудь тебе предстоит полетать ты походу уже допился тут в своем бункере до чертиков точнее до полетов а сквозь стены ходить тоже можно все шутки шутишь а я серьезно мне тут не так давно принес один сталкер котобегемот одну занимательную вещицу пара вороньих яиц но не простых а аномальных откуда они появились я толком не успел форсить да и не поверил сначала его рассказы о том что съев такое яйцо можно летать где хочешь думал в радиации он перегрелся вот и в мозгах и помутилось а потом решил проверить не на себе конечно был тут один приезжий иностранец на экскурсию приехал я ему подсунул одно яйцо мол чернобыльский деликатес ни в одном ресторане мира такого не подадут и что ты думаешь среди ночи поднял лишь крики стрельба выхожу я из бункера и вижу такую картину наш гость заморский висит в воздухе глаза выпученные орет что-то на своем языке а сталкеры собрались вокруг него и стоят раззину в рты покричал покричал он еще немного и вдруг полетел по направлению глубок посту ну все думаю хана мужику сейчас примут его солдатики за нового мутанта и расстреляют да вот видимо зоне не нужна была его душонка не долетел он рухнул прямо на минное поле и ведь ни одну мину не задел везунчик одним словом набежали солдатики ничего понять не могут в общем помогли ему выйти с минного поля напоили водку и отправили на вертушки домой вот такие вот дела мне как-то не хочется на блокпост сидр это хоть безопасно какое безопасно сталкер ты в зоне а не в курорте скушаешь яйцо и станешь как птица а заодно поможешь мне этих продажных козлов перемычить эх была не была оружие ты хоть дашь из-за этого упыря который мне меня заказал пришлось отменить почти все свои сделки максимум что могу дать рг6 да 6 гранат к нему ну ты ж мод когда-нибудь тебе это аукнется например когда вертушки прибудут сюда оставляешь меня ищем ну ладно 18 гранат яйцо как раз последнее как в воду глядел когда оставлял если в полете будут кончаться гранаты пиши мне дам еще короче ты пока не уходи из деревни я тебе маякну как узнаю точную дату их прибытия ты пока что зачисти местность вокруг собак да кабанов уж слишком много развелось будешь летать потом пожалеешь что не зачистил не забудь о награде только еще вопрос к тебе как ты объяснил полет этого иностранства думаю вопросов было море да тут и придумывать ничего не надо было даже рассказал басню про особо сильного карлика телекинетика все и поверили да еще и наверно наверно наварился на этом тут уже почти все новички еще всем а тут уже почти все новички еще всем захотелось узнать подробнее про мутанта а информация как мы все знаем стоит денег ну ты даешь чуть иностранца не угробил так еще и умудрился денег содрать за мутанта бизнесмен так получается сейчас нужно немножко подождать он говорит еще местность местность еще зачистить от мутантов но не знаю как они мне будут мешать когда мы будем летать вроде здесь же не особо мутантов много на кордоне или может заспавнились какие нибудь собачки только всякие но не знаю пострелять собачек пока все равно диалога нету не знаю но постреляла немножко собачек прислал сообщение Сидрич стрелок ноги в руки ко мне у тебя есть пара минут в запасе даже пожрать не успел они не могут подождать ну так ты сходи и попроси их они подождут пока ты пожрешь посрешь поспишь шутишь все ну да в твоем что-то случае так мотай на ус стрелок вертушки с минуты на минуту будут деревне тактика я думаю будет стандартной сначала вертушки проутюжат местность затем пойдет десант под прикрытием БТРов по поводу полета чтобы взлететь надо съесть яйцо куда будешь смотреть туда и полетишь чтобы взлететь ты должен будешь снять с себя броню и убрать все оружие а как взлетишь доставай ствол и работай чтобы прикрыть прекратить полет надо или одеть броню или достать болт все понял смотри не перепутай других шансов у тебя не будет забирай гранаты иди готовься вот тебе мой личный РГ6 от сердца отрывай потом вернешь и напоследок самое главное всю работу тебе нужно будет выполнить исключительно в полете но яйцо только одно поэтому за все время полета постарайся ни разу не умереть и ни в коем случае не делай сейфлоуд яйцо перестанет действовать и если приземлишься то задание выполнить не сможешь да используй только РГ6 и те гранаты что я тебе дам они усиленные с ними ты справишься с этим заданием это обязательное условие для выполнения сдачи убеждайся что вертолет действительно взорвался а не задымился и улетел за горизонт иначе он может вернуться и постарайся не вынести в суматухи деревню новичков они мне еще пригодятся ну вообще пипец ты случайно в гастелло в гистелло не работал ладно пошел готовиться гистелло так хорошо дал нам все необходимое отбить атаку на деревню новичков плохие контакты Сидоровича хорошо так ну сразу зарядимся но чтобы взлететь нам же вроде как нужно убрать все оружие так что давайте это снимем пока что так ну съедаем яйцо опять ну полетели ну сейчас по идее можно достать пушку да отлично давай осваивайся пока они вот-вот появятся так во мне там военные стреляют может их надо было тоже перемочить так понятно мы рождены чтоб сказку сделать пылью преодолеть так ну так ну так ну так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА guitar solo 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 Да, это было круто. Да, уж такое даже при штурме Припяти чест не видел. Хорошо же тебя за задницу взяли. Ну ничего, теперь они век сюда не сунутся. Сейчас пойдут проверки, из-за чего потери такие огромные, как вслывел, что никаких рейдов вглубь не было запланировано, полетят головы с плеч. Иначе что-то истинь, иди ты встал, что ты не сунутся, что ты не думаешь. Их ты не думаешь, что ты не умеешь, что ты не думаешь. И ты не думаешь, что ты не понимаешь. Эй, сидор, что там с моей наградой? Я бессердечный. Пару минут спустя я там летал и мочил все, что движется. Ах да, награда. Куда же я ее положил? Эй, эй, сидор, я сейчас твой бункер сравняю с землей. И тебя вместе с ним. Неужели тебя только что произошедшее ничему не научило? Спокойно, Стрелок, спокойно. Вот твоя награда, тут даже больше, чем я рассчитывал. 100 тысяч и путевка в санаторий, в сходницу. Нервишки подлечишь, они у тебя совсем не к черту. И РГ-6 с усиленными зарядами нужно вернуть. Всего 100 тысяч? За это? Так, стоп, а где мой завод по производству водки? Тебе этого мало? Ну ты и наглее, Стрелок. Между прочим, чтобы заработать 200 тысяч, тебе надо было... Надо будет 2 месяца таскать мне куски монолита на продажу. Прямо уж 2 месяца. Ну ладно, 300 штук за твое спасение будет достаточно. А про монолит поменьше шути. А то еще не хватало тут монолитовцев с гауссами. Или этого адепта их Тень Монолита. Я уже с ним наобщался, а первый раз, когда я его увидел, чуть не усрался от страху. Видел бы ты его, редкостный уродец. Ну уж нет, не надо мне тут такого счастья. Я теперь пару недель буду отходить. Кстати, про твой досуг. Ариадна-то у нас грустит. Знаешь что? Обери ее в жены. И свадьбу в баре сыграем. Вот праздник-то будет на всю зону. А потом как раз и поедете в санаторий. Я ради такого случая еще одну путевку достану. Как раз у тебя на свадьбу 300 штук есть. Что думаешь? Походу тебя тут конкретно пробрало. Пойду я. Так, дает 300 тысяч. И завершено за неплохие контакты Сидоровича. Но пока что... Пока что с Сидоровичем я не прощаюсь. К нему сейчас я еще зайду. Пойду посмотрю, какие тут потери в деревне. Я несколько раз переигрывал, потому что у меня погибал вот этот вот проводник. Но как я понял, вся проблема вот в этом вот десанте, который появляется здесь, в этих военных. Вертолеты стреляют, стреляют все время. Так, оружие почти все сломано. Стреляют, стреляют, БТР стреляет, и я стреляю. И от этих всех взрывов, мне по-моему, кажется, что никто не погибает. А вот когда высаживается десант, то он уже начинает зачистку. Также во время прохождения этого задания стрелок бессмертный. Это намного упрощает этот квест. Главное следить, чтобы никто не погиб. Так, сейчас я тут пройдусь по деревне. Все, что можно, соберу. И вернусь обратно к Сидоровичу. Есть у меня к нему еще один разговорчик. Ну вот, прогулялся по деревне, кое-что собрал. Но еще не все. Там остались некоторые военные недобитые. Потом я с ним еще разберусь. Ну а к Сидоровичу я пришел, чтобы завершить тайники коллекционера. В 110 серии я нашел последний тайник коллекционера, но вот мне подсказали, что после этого появляется у Сидоровича диалог. Похоже, того, кто доставлял себе самые диковинные артефакты зоны, уже нет живых. Ты о ком меченый? Я коллекционер, о том молодом дряхлом стречке, который бесследно пропал несколько месяцев назад. Счет решил, что он кон не двинул. В его последнем тайнике на радаре я нашел записку, в которую он обращался к человеку, нашедшему тайник. Там говорится, что он уже не тот, что был раньше, и то, что его зона подкосила за считанные месяцы. Также там говорится о том, что он помирает, и что силы его вот-вот покинут. Я не хотел тебя расстраивать, но, коли ты все знаешь, расскажу тебе. Коллекционер знал, кто именно найдет это все. Он знал, что ко мне придет этот человек. Последний свой приход он сказал, Если меня долго не будет, то расскажи про то, что у меня где-то схрон в деревне новичков. Человеку, отмеченному зоной. Тут я его спросил. А как я узнаю этого человека? На что он мне ответил, что я не ошибусь. Я сначала не придал значения его словам, да и практически забыл о том, что он говорил. Но теперь, сопоставив факты, все становится ясным. Отмечены зоной, это ты меченый. Да, круто. Также мы получаем достижения. Коллекционер. Вы нашли все тайники коллекционера. Работа была очень сложная, но вы справились, за что и получаете это достижение. Я смотрю, тут у Сидоровича выбило лампочки. От таких бомбежек. Ну ладно, думаю, из-за этого особых проблем не будет. Ну что ж, думаю, на этом эту серию мы закончим. Следующий я планирую сдать хомяк адреналина. Это последний главный хомяк. Еще остается какой-то бонусный хомяк Сидоровича. Я его, может, попозже ждам. Я тут уже начал собирать ему части тел мутантов. Но еще нужно будет кое-что дособирать. И потом как-нибудь сдам. Ну а следующее сдам хомяк адреналину. И начнем заканчивать сюжет по чипам. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока.